Всем привет! На связи SmokeFX. Это третье видео из нашего обучающего курса по объемному анализу. Бесплатный открытый доступ с использованием авторского софта. Пацаны, в этом видео мы с вами продолжим разбирать зоны интереса, но я буду потихонечку подключать также наш базовый обычный стандартный анализ в трейдинг-бьюшечке. Смотрите, обучение топовое, классное. Вот у вас. Мне что нужно? Правильно, поддержка на этот видик. Поэтому, ребята, по стариночке поднавалите сюда лайкосиксов. Я топлю за бесплатный обучающий контент в сфере трейдинга. Это лучший курс по объемному анализу с использованием софтины. В конце концов, эй вы, пацаны, давайте лайкосы и полетели. Короче, зона интереса. Если не шаришь что-то такое, смотри предыдущий видик на канале. Он просто божественен. Давайте с вами приступать. Зона интереса. Вот вам, пожалуйста. Вот она у нас находится. Я отмечаю зону интереса. Чикс, ляпс, упс, пупс. Вот она, да? Какого она цвета, скажите мне? Красного цвета. Выше есть зелень. Присутствует. Она меньше, чем эта. Правильно? Правильно. Выше есть краснючка тоже. Она больше, чем вот эта. Поэтому мы находимся в зоне интереса. И прямо сейчас USDCHF. USDCHF. C-C-C-C. CHF. Я открываю сделку на понижение. Нормально вообще? Я запутался в произношении. C-C-C-C-C. CHF. Ну, бывает такое. Ну, а что, пацаны? Ну, подбодрите старика. Ну, уже с произношением проблемы. Поставьте лайк. Мне, может, станет получше немного. USDCHF. Смотри. Очень важно. Очень важно. Очень важно. Видишь? Вот. Белое. Правильно. А нужно смотреть на красную. Красная указывает вот эта вот линия в правую сторону. О том, что здесь присутствует зона интереса на продажу. Здесь у меня, внимание, область сопротивления. От этой области уже происходили откаты. Сейчас я прекрасно понимаю, что мое движение может продолжиться вот сюда. То есть, есть куда идти. Если оно продолжится немного выше, давайте я сразу отмечу для себя крайнюю границу зоны интереса. Но на самом деле, давайте обратим наше с вами внимание на объемчик в нижней части графика. Обычный объем здесь указывает на дивергенцию. Типа, все отлично. От области будет разворот. Но объем с Mokaf Extra Volumes, да, тот, который по нижней, посмотрите, сколько там находится активного объема. Пацаны, это будет пробитие этой крайней границы. И цена выйдет за вот эту самую верхнюю шкалу. Это просто без проблем. Ну да. Я дохожу до средней границы. Здесь есть небольшой интерес на покупку. Он может взбодрить его на ложное пробитие. И вот типично, как здесь может поступить тюбик, взять и зайти также на понижение. Но я сказал, здесь будет пробитие происходить. Все по объему. Вот этот небольшой интерес на покупку за счет потенциала. Вот здесь потенциал. Все классно. Ложное пробитие происходит. И я, внимание, вышел за крайнюю границу зоны интереса. Я за него вышел. И у меня там перекрытие. И вот смотрите, кто-то скажет, эй, это что вообще происходит, пацаны? Но чтобы объяснить, мне нужно будет, к сожалению, забежать наперед и обратиться уже вот к этой зоне интереса, к максимальной, которая здесь присутствует. И вот здесь уже открыться на импульс, также на отработку. Процент хороший, поэтому вот у меня отработка на понижение. На 2 минуты. Я вынужден это сделать, чтобы вам объяснить, с чем связано такое пробитие. К сожалению, здесь нужна комбинаторика. Просто голого объема не хватит. Вы не поймете. А мне нужно очень наглядно вам показать одну простую вещь. Если бы я сразу использовал здесь True Volume, дивергенция в данном случае не сработала бы по одной простой причине. Посмотрите, какое наличие активного объема внутри этой свечи. Просто визуально. Сравните активный объем уже с пассивным объемом. Посмотрите, он занимает фактически 90% от всего объема на повышение. И 80% в целом от объема. То есть здесь внутри практически отсутствовал интерес в моменте времени на продажу. С тем учетом, что здесь у нас находилась зона интереса, которая в моменте была пробита. Поэтому у нас и произошло такое импульсное движение. Это отличный пример того, что нужно подключать и SmokeFX True Volume. Ты видишь? То есть без реального понимания, что здесь внутри у нас находилось, вообще сложно понять, какого хрена такое движение у нас произошло. Но в данном случае данная дивергенция это просто обманка. Потому что здесь активного объема было до хрена и больше. Так, смотрим на график. Не пропускаем. Я открылся на самом максимуме. Вот максимальная зона скопления. Это крутецкая отработка, которая попадает в курс. И вы можете запомнить ее как просто пример того, что комбинаторика здесь, она также играет очень весомую роль. И если ты будешь использовать не просто зону интереса, но еще и смотреть на настоящие объемы, ты будешь понимать, когда у тебя настоящая дивергенция, а когда это просто-напросто фальшивка. Так, здесь у нас плюс. Хорошо. И вот вам, пожалуйста, реальный пример того, что обычные объемы, они не настолько информативны. Ты понимаешь? Потому что базовый анализ это движение вверх, дивергенция. Но здесь посмотри сколько активного объема, это охренеть можно. Поэтому вот мы смотрим внутрь этого бара внизу, объемного. И понимаем, что ни хрена себе пробитие, блин, произойдет сейчас. Это ни хрена не базовая дивергенция. Вот если бы здесь было больше пассивного объема, да, это сразу отработка вниз. Я не хотел в этом видео просто подключать true volume, но, как ты видишь, мне нужно было объяснить вам, почему это пробитие произошло. И почему данная зона интереса не сдержала такого жесткого пробития. Это просто базовая обманка. Плюс мы-то с вами здесь заходили от обратного, правильно, мы заходили на откат от области при достаточно жестком движении на повышение. Запоминайте, что если у вас присутствует сильное движение в одну из сторон, в данном случае на повышение, вы заходите на откат от области интереса, да, все четко, все по правилам, но при этом, ну, никак не обойтись, конечно, базовыми вот этими объемами. Они просто не дадут вам понимания, какого хрена оно произошло. Это же дивергенция. Да вот, посмотри, сколько здесь активного объема было. Вот здесь вот я увеличу, конкретизирую. Вот, видишь? Да хрена. По потенциалу пробитие произошло. Но в то же время, в то же время, да, когда мы с вами увидели вот такое вот накопление объема, прям очень серьезную зону, я открылся, очень хорошо здесь заработал и хорошо себя чувствую, да, запоминайте, что, когда и как отрабатывать. То есть зону интереса, мы не можем заходить в нее слепо. Вот как я вначале вам сказал, я прям так и сказал, пацаны, мы будем делать отработку, но вход в рынок только лишь от зоны интереса, сейчас может произойти просто ложное нахрен пробитие и все снести. Я знал, что такое прям имеет место быть, поэтому сказал бы вам опять же изначально об этом. Но хотелось мне не использовать просто вот это вот, но используем, ну и ладно. Короче, смотрим, объем активный падает, мы также в зоне интереса, по максимуму очередной вход вниз. Так, давайте с вами понизим чуть-чуть планочку на понижение USDCHF 150 долларов. То есть смотри, я отсюда никуда не убегаю, тут вот, пожалуйста, раз максимум, здесь вот граница, вот все, зона интереса присутствует. Почему здесь уже отработка у нас будет с вами происходить такая более спокойная? Опять же, я забегаю наперед заранее, вам говорю, что здесь будет происходить. Посмотрите на объем активный, сравните его с общим и с пассивным таким объемом на покупку. То есть он однозначно уменьшился, да, у нас общий объем увеличился. То есть здесь также присутствует и тень вот этого отката, то есть интерес на продажу. Объем активный уменьшился, значит пробитие зоны интереса у нас вряд ли будет происходить. Здесь у нас оно произошло, потому что объем набился. Но опять же, основа этого видоса как раз была в зоне интереса. Но нас интересует именно комбинация зоны интереса и SmokeFX True Volume. Здесь, я надеюсь, вы уже все понимаете, да, вот я по максимальным отметил. Цена подошла, активный объем упал и когда вот это ты все совмещаешь вместе, вот вместе оно все у тебя происходит, тогда становится понятно на 100% вообще с чем это связано. А бывает, да, что люди смотрят на объем и они пишут в комментариях, Smoke, там была дивергенция. Я зашел на откат, а там пробитие и все. Я слился, к примеру, да, когда человек не соблюдает риски money management. Почему? Да потому что вот почему. До хрена было активного объема, пацаны. Нужно это учитывать. Поэтому вот в третьем видосе по обучению абсолютная правда, что комбинаторика даже при использовании просто двух инструментов, она играет очень важную роль. Слава богу, это все вам идет в открытый доступ. И будете использовать, кайфовать, блатовать и вообще горя в этой жизни не знать. Так, давайте я подчеркну, что огромное количество софтины в закрытой группе. Ребята, сейчас спецусловие. Если видите эту ссылку в описании, переходите, вступайте. Просто все будет доступно, открыто для вас. Весь софт, все разработки. Еще раз, читайте отзывы. Там типы реально скидывают свои результаты. Также ссылка находится в описании. И там уже сотни, 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 сотни скриншотов. Реальная статистика, реальные сделки. А здесь планомерно USDC-HF у нас происходит откат. То есть пробитие. Смотри, что здесь произошло. Пробитие произошло на активном объеме. Обманка для всех таких вот слепцов у нас произошла. Пробитие истинного такого активного объема, ложное. И дальше уже от самой большой зоны скопления интереса на понижение. Открытие, все движение вниз. Без проблем. Если ты используешь все это в комбинации И. Что теперь делать? Смок. А как ты торгуешь и вообще там снимаешь для нас видосы по обычным объемам? Ты это не используешь. Да, пацаны, все правильно, я это не использую в своей ежедневной торговле. По одной простой причине. У меня анализ этого объема происходит просто на автомате в фоновом режиме. Здесь плюс. Отлично. Как я это делаю? Я просто сравниваю движение здесь на повышение и смотрю, в какую сторону у меня растет объем. Например, рывок вверх. Объем у меня вырос настолько. Потом на откатном движении настолько. Я примерно по процентам сам для себя раскидываю. И понимаю, когда это истинное будет движение. То есть отскок, например. А когда это связано, например, с таким сложным, непонятным движением. И которое по итогу может еще и развернуться. Вы сами понимаете. Непонятно, что произойти. Поэтому призываю всех использовать это все с умом и в комбинаторике. И пожалуйста, очень внимательно слушайте, что я вам говорю. Что здесь на рынке может происходить. Я это понимаю. Мне самое главное, чтобы вы, мои зрители, начали так же, как и я, все здесь разбирать и понимать. Давайте. Это был третий видос. Переходим, я думаю, плавненько к четвертому. Где мы уже вплотную будем использовать сразу все вместе. Я имею ввиду True Volume. Зоны интереса. Наш собственный анализ. А ликвидность пока еще чуть-чуть подождет. Ставьте обязательно лайкосы, комментосы. Пишите, подписывайся на канал. Пацаны, стараюсь для вас. Реально от души. Все ссылки в описании. И все. Всех обнял, приподнял. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok